салют дорогие друзья с вами лурли мур и добро пожаловать на рубрику интересные проекты space engineers наконец-таки я вернулся и на этот раз я вернулся с лихвой с победой и со всеми хорошими новостями которые только могли бы быть и это просто опупенно я думаю вы понимаете о чем идет речь наконец-то у меня собран мой новый компьютер и благодаря которому меня теперь не будет страшных историй не будет отговорок и не будет зависаний и лагодрома но я на это надеюсь по крайней мере но есть как хорошие так и плохие новости о плохих новостях мы поговорим чуть позже ну а сегодня на обзор очень интересная постройка из мастерской которую когда-то скинул не мой друг ларгас я хотел бы вам ее показать и так это очень интересная база это торговый центр точнее торговый узел торговая цитадель если так можно прямо пафосно сказать она огромная давайте же посмотрим все ее данные и о том что чем она является и с каким соусом ее можно есть когда мой интернет мне позволит узнать про чертежи которые имеются тут но мы пока подождем точнее я пока подожду а вы сразу же увидите результат но кстати не пришлось у меня ждать так отлично нет все таки придется итак загрузилась у нас значит станция эйлон ежедневная торговая база вот такой вот интересный у нас проект сегодня автор мистер эрикс и такая вот крутая штука почему на самом деле мне этот проект понравился на самом деле он очень профессионально сделан он сделан основательно в нем прямо огромное количество помещений и думаю данное видео будет особенно интересно тем кто хочет строить такие многоярусные проекты такие серьезные которые проработаны до малейших детали ну как до малейших конечно здесь есть не некие недоработки как и в любом другом проекте но не будем конечно сразу так жестко критиковать потому что в инженерах не так-то просто вообще что-то построить и чтобы она работала и так сейчас мы постепенненько войдемте давайте с основного входа как-то не хорошо получается черного сразу входить ну что ж давайте итак приземлились вы вы такой торговец шальное прилетели на эту базу сели на значит какую-нибудь посадочную стану посадочную посадочная блин депо назовем это так площадку о забыл слово площадка сели значит на вашу площадочку и пошли прямо центр и говорите на станции тут кстати написано welcome to daily trade station добро пожал станции значит такие входите наглые говорите отворяется врата я устал есть хочу пить хочу и так далее ну собственно говоря входить сюда но до этого надо нажать на эту кнопочку там будет орать сирена и читаем здесь никакого оружия разрезы то есть никакого оружия никакого оружия оружие запрещено не разрешено дсп был а дсп будет арестовывать карьерс у всех этих транспортников если у вас будет оружие точнее у вас будут орудия которые способны кому-то повредить или причинить боль боль да продолжим итак у нас тут основной холл и здесь есть сразу куда пойти поверьте здесь уж есть куда пойти потому что здесь очень много всяких помещений ну давайте сначала направо пойдем ангар номер один значит ток точнее ну да вверх или ток отдаля боевых кораблей нижний нижний отдел то есть нижний ток так что вот заходим мы сюда и видим такие вот картины я сейчас пойду дальше что здесь написано ангар номер один здесь здесь имеется торговый док они же док боевых кораблей отворяй врата я пришла здесь шлюз вот такой вот у нас интересный док для торговых кораблей здесь почему кто-то свой товарчик обронил это нормально наш язык разбегается как-то непривычно если честно ребята играть с высоким фс так болеем пусти меня пришла я твоя беда идемте дальше дальше у нас тут будет вход вниз это по суде судя по всему боевой ток оптит склад оставляйте ваши товары здесь покупки здесь по крайней мере так было написано кстати здесь и не был к ты еще осматривал так складывайте ваши ваш инвентарь а ваших ваш груз и посмотрим что у нас здесь интересно не специально так свет настроили что он так мигал ну да для пущего так и не знаю что это такое немецком написано а еще один шлюз он куда-то нас отправляет я пока не знаю куда давайте посмотрим куда мы попадем честное слово в этой станции можно целые фильмы снимать судя по их размерам это вполне себе так очень даже давайте быстрее я не хочу ждать но а у меня много важных дел так ну-ка 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 конечно шучу у меня никаких важных дел нет на сегодняшний день наверное так и так где мы так это простите меня филейная часть базы куда так залетают корабли и они так понимаю складывают свои вещи наверное там боевой мтс я даже не хочу думать что это за мтс lower entrance нижнее что-то там так lower docs нижние доки то есть они внизу находятся давайте посмотрим что там внизу находится так 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 посмотрим тут уже боевые дольки надеюсь увидеть что теперь что я думаю сейчас свалюсь картошка так что-то я над вспоминаю игру прей старую игру прей если вы конечно не помните мы играли за индейца мы будем они опустили так и такие вылетаем никуда конечно весело но этот наверное долг боевых кораблей допустите вот этот док скорее всего просто такой шланг да наверно выдвижной но я шучу конечно не шланг стыковочная скажем отсек стыковочный отсек теперь мы спустимся еще ниже и попадем в тот самый черный ход в который я заглядывал в начале обзора интересно здесь у нас находятся две кнопочки это скорее всего закрытием это что такое колбель шварц швелдер умер кеннин убер офицерин айт нить ахтунг так варнинг но оксиген так 5 прорезается мой рязанский акцент внимание не так нет кислорода ранее будет прочитать warning но не суть важно это слишком много болтаю ладно идемте дальше здесь должны быть интересный аккуратнее так много чего другого интересного нижние отсеки нашего корабля мы увидели пускай вас не пугает голос моей кошки от нее избавиться не могу так отворяя врата пришла беда пришел лур так ну ка ну ка мы этот момент пропустим врата творились идемте дальше так тут мы были здесь мы все видели я даже не думал что так далеко зайду вниз туда ох так что у нас тут нас тут просто некое пространство балкончик и так сказать идемте дальше значит там мы побывали здесь у нас в основной зал зайдем позже здесь у нас какие-то графики судя по всему цены падают или взлетают скорее взлетают акции взлетают так здесь у нас welcome to daily trading мистер тренд я не тренд ну ладно ваши ваша хрень которую вы добыли или ваши суммы короче ничего не понял так идемте каюты пилотов скажем так интересно тоже такое пространство довольно симпатичные здесь ничего интересного вот здесь находится скажем место обиталище или скажем так хватит здесь тоже находится ангар и не только ангар находится здесь находятся квартиры пилотов если так грубо перевести тип списка патрул он ли сюда только патрулирующим да вы что куда меня этот лабиринт заведет как же вы полны загадок инженеры оружие а регистр кораблей ну чайл я зовут что такое идея так что тут я так понимаю это у нас типа родил в полиции что это а так это ж типа тюрьма или допросное помещение где допрашивают всяких преступников или тех кто ввез контрабанду их ловят за уши и надирают им филейные части идемте дальше так такой извилистый коридор я думал сейчас я приду в какое-то там знаю место и такой шоке буду весь так сладненько выходим отсюда понятно то есть здесь приземлился корабль там увидели что это контрабандист схватили вы сразу свернули и завели в допрос на так выпустите меня отсюда идемте дальше мы ничего не спустились вот сюда вниз здесь как я говорил каюты пилотов вот они такие комфортненькие заходят спят экипажи всяких рассинантов всяких различных кораблей вот идет отсюда воздух короче капитаны такие как капитаны луры так что у нас тут хорошо еще одна комната которую вы можете заполнить счастливыми деревьями из вашего воображения как однажды сказал вопрос перевожу вам качественно свое удивление а понятно то есть по моему тут фантазия у создателя закончилась и он решил понадеяться на нашу ладно я представлю себе эту комнату как 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 по моему у меня тоже фантазия такая как у автора ну его ладно идемте дальше чё я тут забыл забыл я тут очень хорошая очень хорошая забыл забыл самую главную 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 главное обиталище ежедневного короче помещение ежедневной торговли вот главное помещение администрации заходим сюда великий зал планеты и все 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 вот как все как надо если вы экономист по образованию тем более если вы космический экономист милости просим хочешь графики посмотреть посмотри хочешь поторговать поторгуй пообщайся с такими же торгашами как ты сам прошу прощения торговцами что у нас тут значит ну приватная торговля приват трейд написано тут какие-то личные сделки совершает а мы пролезем поскорее и мы приходим в такой вот элегантный офис в элегантном офисе у нас слева есть помещение администрации митингу то есть комнаты встреч вот эта комната встреч заходим сюда садимся и делаем важный вид и начинаем обсуждать наши акции хотя ничего в них мы толком не понимаем а потом мы встаем и просто тупо уходим уходим в закат уходим в следующую комнату встреч которая по какой-то причине не открывается они решили от меня что-то утаить но я лур и поэтому у них это не получится сделать где мои личные инструменты режь все две хорошие так вот бессовестные люди как так можно моим любопытством помыкать я сюда пришел чтобы увидеть здесь что-нибудь интересное вечеринку там закрыть и но не ничего скучно живут дсп крюквартир 100 ноты стра туна ты стра как-то так короче командные каюты дсп дсп не беспокоить короче мебельщиков здесь комната что у нас тут еще одна комната встречи где тоже все скучно и уныло а здесь у нас что не вижу над поближе видео с уже верен с момент так я понял что здесь написано я загуглил это слово видео surveillance а это означает видеонаблюдение то есть да но это не комната видеонаблюдения это хранилище дсп мебельщиков короче но не мебельщиков я подозреваю это охранная система или полиция данного центра так breach servers administration наверху там находится мостик мы сейчас попадем мостик этого центра и также компуктерный центр где много-много серверов так администрация вот короче если вы ищете большую шишку вы заходите сюда здесь вы видите лид менеджер а в тэн и трейд пейс и л короче главный лидер менеджер главного вот это вот этой базы и если вам надо что-то ему сказать вы такие ему говорите все что у вас на душе он говорит ты уволен и все вы состраиваете грустную мину и постепенно разворачиваетесь как-то так я надеюсь у вас так не будет конечно крюкортерс комнаты кабан команд короче каюты команды по так крю до крю вспомнил слово крюк так тут у нас мостик и серверная слева серверная давайте зайдемте в сервер тут у нас конечно же компьютеры синяя обстановка наверное здесь стоят процент intel ну наверное и нарисован покебол в котором собственно говоря это великая тайна как сделать покебол и поймать покемона инженера наверное получается какой-то упоротый выпуск ладно идемте дальше вот он мостик мостик сама красота буквально он много он двухуровневый такой большой в нем есть очень много комнат сейчас я перестану семенить и у вас прекратит болеть голова терпение здесь у нас очень много выключенных мониторов него расстроился бы потому что он ожидал бы увидеть много включенных мониторов опять покеболы здесь покеболы опять выключенные мониторы короче здесь по моему никто не работает надеемся что починят здесь когда нибудь я подозреваю здесь должны были быть скины из модов на экранчиках ну так уж получилось по моему солнце отвернулась от нас и ушло в другую сторону поэтому у нас теперь нет освещения на наших как это называется посадочных площадках вот так дальше это нижние части вы обратите внимание здесь подписаны практически каждые места на которых сидят наша команда station security то есть каждая панель управления отвечает за что-то это грамотно сделано за это автору респект к огромному сожалению я уже забыл его ник такая вот у меня дырявая память прошу прощения но я конечно могу вспомнить но этого делать не буду этого делать не буду я это конечно сделал мистер эрикс большое спасибо тебе выглядели так идемте дальше дальше что у нас тут по моему осталось всего одно место куда мы не заклинули надеюсь не больше блин какой большой какая большая база смотришь так она небольшая тогда вот у нас тут пару интересных местечек есть что у нас тут deep space патруль мы защищаем вас без гарантий но нет гарантий отлично я надеюсь что я правильно понял и это была шутка что у нас тут призывает окей документы официальные запросы это суда надо подходить так release request parking tickets короче одежда паркинговые билеты парковки и все такое вот и конечно же как же здесь вот все детализированное имею ввиду по названию это реально круто так что у нас тут дальше release request бла-бла-бла-бла это очень напоминает кстати стойки паспортного контроля в аэропорту не знаю реально напоминает вот мы не были только вот в этой части сейчас мы сюда пойдем так я вижу что-то ребит или в каком-то ухе у меня жужжит да я должен был это сделать я должен был провалить сюда иначе не так здесь у нас что-то вроде продажа определенных кораблей сейф и тсп и дали бла-бла-бла короче они продают корабли летайте вместе с нашей компании безопасно и так далее и тому подобное здесь также выставлены различные транспорты этот стоит 23 ляма 400 тысяч не по карману явно мне и это скажем личный транспорт сделанный orbital shipment pink неплохой выглядит довольно недужно я так думаю крайне мере то насколько я его вижу дальше здесь есть патрульный маленький корабль который стоит стоит 5 лямов на него мне тоже нет денег я нищеброд я все потратил на компьютер так здесь так себе кораблик небольшой так идемте дальше к огромному сожалению я забыл выключить звуки лишние поэтому за них я прошу прощения дальше на open free rooms fly ball это мотель я вспомнил это мотель где вы можете снять комнату посмотреть еще раз на графике надвинуть очки еще раз подходите сюда говорите мне одну маленькую маленькую коробочку но и много чего вы можете заказать но вы понимаете так не они не подумайте этим не занимать я так на что только стадаст клуб клуб работать с 21 00 то 0 1 интересненько то есть такой заходите сюда подходите к стойке говорите арман дайте здесь очень много чашек фигур пластин которые маскируют от приборы столовые умело много много лет ну мне здесь нравится хорошая атмосфера за исключением вот этого дикого фиолетового цвета который сделал хромакей точнее сделал шоковый хромакей для моего мозга так идемте дальше что у нас тут так у нас тут просто пустышные помещения я не знаю что здесь здесь уже личное помещение правда для кого и для чего уже непонятно то есть я так понимаю очень большая в принципе фантазию автором там ничего интересного нет поэтому я вам реально скажу кораблей вы здесь не увидите здесь много чего другого есть но корабли здесь нет так что вот такая вот станция кстати вот эту повертящуюся штуку я как-то даже не заметил неплохо неплохо возьмем на заметку так у нас уже аж целых почти что полчаса обзора идет я за это прошу прощения я надеюсь вам было интересно и моя болтовня вас не достала и теперь о плохих новостях которых я хотел вам сказать хорошие это новости о том что у меня новая видеокарта видео видеокарта не только новая видеокарта вообще все тут новое я изрядно потратился и вот как раз я сейчас подытоживаю свой обзор и небольшие новости я изрядно потратился я не буржуй у меня нет огромных сумм но я очень страдаю накопительством поэтому я очень и так дорогие друзья я вернулся прошу прощения за отвлечение просто когда я начинаю писать ролики все начинают почему-то названивать и так о чем я говорил то мне не такой богатый человек я копил копил и накопил себе на пока и так у меня карточка rtx 2070 и у меня возникла такая проблема когда я смотрю на объекты вдали как вы видите я вижу очень сильное отсутствие сглаживания в инженерах и в некоторых играх если у вас также то пишите обязательно в комментариях что и чтобы успокоился что это все нормально и что я как бы что у меня все в порядке с железом и нет никаких как бы на самом деле поводов для беспокойства вы мне этим очень сильно поможете вот такие вот пироги если есть возможность увеличить как-то сглаживание в этой игре то обязательно об этом мне сообщить я буду очень благодарен ну а так я сейчас выхожу из ангара выхожу из этого корабля точнее нет не корабль торговой станции и отправляюсь наружу и заканчиваю данный ролик текс как-то по-варбарски выходить не хочется просто там было долго короче сейчас я быть итак я выбрался на свежий воздух о чем я говорю его здесь нет но мне было очень радостно заново начать делать видео дорогие друзья для вас и в принципе это замечательно я надеюсь на то что у меня будет достаточно сил и времени продолжать свое творчество и в конце концов как я обещал начнется начнется летсплей по тем играм которые раньше играть и читать о них не мог так что это будет круто и с вас лайки с меня хороший материал ну что ж дорогие друзья подписывайтесь ставьте лайкосики вот такие вот лайкосики с вами был лур лемур и до скорых встреч всем пока 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 Продолжение следует...